Не только крупные здравницы должны соответствовать требованиям антитеррористической безопасности. Федеральный законодатель обратил внимание на средние и даже малые объекты размещения отдыхающих. О постановлении российского правительства под номером 447, в котором прописаны все изменения, в Анапе оповещены 693 объекта санаторно-курортного комплекса. Для вас разработана система. Идет сейчас у нас категорирование объекта. У нас категорирование объекта уже прошли 168 объектов. И идет паспортизация. Объекты делятся на категории первая, вторая, третья и четвертая. Руководителям предприятий санаторно-курортного комплекса уже сейчас необходимо приступить к разработке паспорта безопасности. С чего начать объяснили на совещании. Составляете собственный приказ о назначении комиссии, которая будет от работы комиссии производится в течение 30 дней. Направляете письма на ФСБ и на нас. На Казахстанской 693 мы являемся территориальными представителями Росгвардии. Выявленные комиссии недостатки можно исправить в течение года. Найти возможность для установки видеонаблюдения и сигнализации, кнопки экстренного оповещения и так далее. Важный момент. В лицензии частного охранного предприятия должен быть пункт по антитеррору. Сегодня были затронуты очень важные вопросы. Самое главное, они не требуют больших затрат времени, но безопасность людей заключается в том, чтобы были доступны места, где можно проводить свободное время и при этом не беспокоиться за свою безопасность. Поэтому мы должны побеспокоиться о следующем сезоне, чтобы к нам хотели приехать гости нашего города, чтобы мы могли заработать деньги, потому что это тоже для нас важно. У нас ведь курортный сезон короткий. Переждать и отработать сезон без документов не получится, предупреждают предпринимателей. Деятельность объекта, не соответствующего требованиям безопасности, будет приостановлена судом.